МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес в регионах, участниками которой стали более 50 предприятий из ближнего и дальнего зарубежья. На БМЗ обсудили перспективы развития литейного производства и металлургии. Система обмена предварительной информацией между таможнями Беларуси и Украины начала работу в пункте пропуска «Новая ГУТА». Бесспорно, самым главным событием в экономической жизни Гомельской области на этой неделе стало проведение республиканской выставки-ярмарки «Бизнес в регионах». Более 50 предприятий из ближнего и дальнего зарубежья, свыше 100 представителей деловых кругов и дипломатических миссий. За 12 лет проведения эта выставка самая представительная. Все подробности в нашем специальном репортаже. Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты выставку-ярмарку «Бизнес в регионах» в этом году проводят в 12-й раз. При этом специалисты отделения подчеркивают, мероприятие хотя и имеет официальный статус республиканского, но по сути является международным. Причем речь идет об участии не только представителей стран ближнего зарубежья. В этом году, например, заявку прислали даже из Вьетнама. Мероприятие, которое можно было бы назвать большой-большой диалоговой площадкой для бизнеса, для того, чтобы именно бизнесмены могли пообщаться между собой и чтобы те предприятия, те компании, которые хотят работать в Гомельской области или уже работают в Гомельской области, присутствовали вот на таком мероприятии. Международная выставка «Бизнес в регионах» и «Бизнес-дни», проводимые в ее рамках, по сути завершают цикл международных мероприятий, которые в этом году прошли в Гомельской области. Экономический форум, Конгресс свободных экономических зон Северной и Восточной Европы, Белорусско-Польский форум, контактно-кооперационная биржа с представителями Китая. И вот теперь новые встречи и новые перспективы сотрудничества. Директор компании «Мир Италия» Амир Хаджи Хасанович говорит, что на белорусском рынке уже пять лет. Но после Миланского форума «Экспо-2015» деловые связи активизировались. Причины очевидны. В Беларуси очень профессиональные специалисты. Ваши эксперты, ваши технологии, ваши инженеры – это серьезно. Образование очень высокое. Значит, потенциал большой. Самое главное сейчас использовать такими именно собраниями или выставками, чтобы они чаще посещали, приглашали, чтобы мы друг с другом общались. Бизнес-дни в рамках выставки-ярмарки организаторы решили провести впервые. Среди участников много партнеров, с которыми уже существуют деловые связи. Но сегодня речь главным образом о новых направлениях сотрудничества. В бизнес-днях приняли участие представители 11 стран. Причем темы для обсуждения выбирались с учетом интересов Гомельской области. Системы транспортно-логистических коммуникаций, новые технологии в агропромышленном комплексе, инновации в промышленном и гражданском строительстве. Владелец компании «Шолглас» из Германии Гюнтер Вайдеман отчитывается о применении стекла в современном строительстве. Говорит, что это не только красиво, но и экономически выгодно. Применяя энергоэффективные стеклопакеты, можно добиться значительного энергосбережения. То, что касается и энергии самой по себе, плюс пропускания света. Таким образом, допустим, свет можно было бы включать на час позже. И это дало бы большие преимущества стране по экономии энергии. Если судить по первым результатам работы секции с участием представителей 11 стран, у сторон действительно есть заинтересованность в активизации сотрудничества. Причем в самых разных сферах. Представители делегации хозяйственной палаты Приморско-Гаранской области Хорватии, например, уже отметили высокое качество белорусской пищевой продукции. И озвучили планы на ее приобретение в промышленных масштабах. Мы хоть и маленькая страна, но мы большие потребители продовольствия, потому что наша страна в основном туристическая и имеем очень много туристов. Свободная экономическая зона Гомель-Ратон существует с 1998 года. Правда, исключительно Гомельской сейчас назвать ее уже нельзя. За прошедшее время ее границы расширялись четыре раза, и сегодня резидент СС находится на территории 11 районов области. Во время работы выставки «Бизнес» в Гомеле о преимуществах пребывания в свободной экономической зоне говорят на пленарных заседаниях, а также в ходе личных встреч. У меня была китайская компания, которая тоже проявила интерес к Республике Беларусь, в частности, в свободной экономической зоне нашей. Мы обсуждали вопрос реализации проекта производства пленок. Понятно, что пока о каких-либо окончательных результатах говорить рано. По словам самих участников, некоторые из них уже нашли новых партнеров, другие рассматривают предложения и проводят переговоры. Есть все основания полагать, что многие из них завершатся подписанием новых контрактов. В Гомеле состоялась встреча заместителя председателя облсполкома Болеслава Перштука и руководителя итальянской консалтинговой компании Марио Мазолли. В нашей стране он не только представляет интересы собственной компании, но и ищет возможности для дальнейшего сотрудничества итальянских фирм с гомельскими предприятиями. Подробности встречи далее в сюжете. Компания «Фу Консалтинг» работает на рынке области уже почти год. Документальное закрепление получено в ходе подписания двустороннего соглашения между СЭС Гомелей Ратон и итальянской консалтинговой компанией, которая состоялась на выставке «Экспо-2015» в Милане во время проведения дней Гомельской области. Договоренности не заставили себя долго ждать, и вот уже визит итальянского бизнесмена Марио Мазолли в очередной раз подтверждает, что наша область – действительно эффективная площадка для ведения бизнеса. Нас очень интересует тематика создания совместных предприятий. Особо стоит отметить такое направление, как металлообработка. Провинция Бреши, регион Ломбардия, которую я представляю, индустриально очень развитый регион и испытывает большие потребности в металле. В Беларуси Марио Мазолли представляет не только свои интересы, но и рассматривает возможности установления новых контактов между итальянскими и гомельскими предприятиями. Среди направлений, в которых в ближайшем будущем могут быть реализованы проекты – деревообработка. Диапазон от поставок в Европу низкосортной древесины до создания мебельного производства в Гомеле с итальянским дизайном и белорусским качеством. Проработанный проект создания станции альтернативной энергии с мощностью 2 мегаватта каждая. Особая заинтересованность со стороны местных органов власти вызвала возможность открытия в регионе совместного предприятия по производству детских влажных полотенец. Итальянским бизнесменам нужны только площади, куда они готовы поставить свое оборудование, привезти технологии и запустить производство. Эти проекты обсуждались во время встречи итальянского бизнесмена с заместителем председателя Гомельского облсполкома Болеславом Перштуком. Он нашел предложения конструктивными и жизнеспособными, пообещал поддержку администрации региона и пожелал бизнесменам найти компанию гомельских предпринимателей, которые будут помогать в реализации этих и других проектов. Одна из подобных компаний, как выяснилось, уже есть. Помогаем в общем итальянскому бизнесу здесь в Беларуси и белорусскому бизнесу в Европе, в Италии, в Польше. Помогаем в импорте товаров, в экспорте товаров, той продукции, которая конкурентно способна. И отдельно очень интересная тематика создания совместных предприятий. Планируется, что в декабре в Италии состоится форум для местных бизнесменов с целью дальнейшего открытия Беларуси как надежного делового партнера. Минувшая неделя была богатой на события экономического характера. Так, на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине состоялась международная научно-техническая конференция, на которой обсуждались перспективы развития литейного производства и металлургии. В ее работе принимали участие специалисты из Беларуси, России, Германии, Швейцарии, Китая и других стран. На конференцию приехали более 130 делегатов. Это представители зарубежных компаний, руководители крупных предприятий и учебных заведений, которые имеют прямое отношение к металлургии и тяжелой промышленности. Особые надежды с форумом связывают и деловые партнеры БМЗ. Белорусский металлургический завод – известная для нас компания, сотрудничество с которой ведется много лет, и мы заинтересованы в его продолжении. В настоящее время экономическая ситуация не самая лучшая, но мы надеемся, что сможем найти какие-то решения, чтобы все-таки улучшить качество работы. Пленарное заседание начинается с вручения наград за лучшие инновационные проекты и научно-производственные разработки. Среди лауреатов премии Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь Белорусский металлургический завод и персонально двое ведущих инженеров. Что примечательно, это представительницы прекрасного пола. Значимость роли технических инноваций, квалификации кадров и в целом интеграции процессов производства переоценить сегодня невозможно. Еще говорил Менделеев, что наука и производство друг без друга не живут. Естественно, этот тезис не устарел и никогда не устареет, потому что это обоюдный процесс с встречным движением. Если мы будем двигаться в разные стороны, ничего не получится. Мы должны двигаться друг к другу навстречу. Образцовый пример такого движения – сортопрокатный цех номер два, который открылся на БМЗ меньше месяца назад. Один из самых масштабных проектов за всю историю предприятия уже дает первые результаты. На днях цех выпустил первые 100 тысяч тонн продукции. Большая ее часть реализуется на внешний рынок. Среди импортеров – Франция, Италия, Чехия, а всего около 20 стран. Объемы производства растут с каждым днем. Преимущества новых технологий оценили и металлурги. Много инновационных, автоматизированных систем, которые упрощают работу, скажем, моему технологическому персоналу. Максимально за все отвечает автоматика. Оператор, технолог, который ведет технологический процесс, просто корректирует, следит за всем процессом. Упростить процедуру прохождения контроля, сократить очереди и не оставить возможностей для контрабанды. Система обмена предварительной информации между таможнями Беларуси и Украины начала работу в пункте пропуска «Новая ГУТа». Бюджет проекта – более 4 миллионов евро. Какие перспективы у системы и в чем ее другие особенности, знают наши корреспонденты. Символическое нажатие электронной кнопки и система «Приникс» начинает обрабатывать информацию. Сегодня взаимодействие таможенных служб Беларуси и Украины выходит на новый уровень. Система не только упрощает оформление документов, но и сокращает время ожидания на границе. Фура с товаром еще находится на белорусской стороне, а все данные о ней в режиме онлайн уже есть у украинских таможенников. Поэтому при пересечении границы осматривать и проверять ее не надо. Единая система обмена информацией соответствует всем международным стандартам. Общая стоимость проекта более 4 миллионов евро. Разработали его белорусские и украинские специалисты, а также международные эксперты. Обмен информации был и прежде, но он был такой, знаете, не в режиме реального времени и не системный. С введением этой системы мы получаем более тесное взаимодействие. Думаю, что примерно процентов на 30-40 будет сокращено время. А также, что наиболее характерны те грузы, которые уже проверены и надежным образом отправлены белорусской стороной, они просто будут исключены из группы риска. Пункты пропуска Новая Гута и Новая Яриловича получили новое специализированное оборудование. Почти полсотни таможенников Белоруссии и Украины с обеих сторон прошли обучение в Европе. Мы хотим поблагодарить Белоруссию и Украину за то, что они взяли на себя инициативу по реализации такого проекта. Я считаю, что это поможет обеим странам, их экономике, государствам и улучшит межличностные контакты. Новая система, по словам специалистов, не оставит шансов для контрабандистов. Изначально во главу угла мы ставили вопросы безопасности. То есть безопасное, трансграничное перемещение, товарных потоков через границу Белоруссии и Украины. Как следствие, повышая безопасность, мы выходим на инструменты, позволяющие упростить совершение таможенных формальностей при трансграничном перемещении грузов. В перспективе система Приникс появится на всех пунктах пропуска белорусско-украинской границы, после на всех остальных погранпереходах страны. Вчера в Белоруссии отмечали День автомобилиста и дорожника. Что представляет собой дорожная сеть Гомельской области? Какие инновационные технологии использовать при строительстве или ремонте дорожного покрытия? Эти и другие вопросы наш корреспондент Марина Северьянова задала генеральному директору коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия Гомель-Облдорстрой Игорю Кравченко. Игорь Иванович, позвольте в начале нашей беседы поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Пусть осуществляются все ваши планы, удачи вам и профессиональных достижений. И расскажите, пожалуйста, о структуре предприятия Гомель-Облдорстрой. Спасибо большое. Основным направлением деятельности нашего предприятия является строительство, содержание и ремонт местных автомобильных дорог. Также мы занимаемся благоустройством улиц в городах и в малых населенных пунктах. Занимаемся строительством, благоустройством предприятий агропромышленного комплекса, строительством и ремонтом автомобильных дорог республиканских. В структуру нашего предприятия входит 15 дорожно-строительных управлений, которые территориально расположены в каждом районе области. Щебеночный завод Глушковичи, довольно мощное предприятие с объемом производства 1 миллион тонн щебня в год. Проектная организация, транспортное предприятие и сельхозпредприятие. Коллектив предприятия насчитывает 2,5 тысячи человек. Что представляет собой дорожная сеть Гомельской области и какие дороги находятся в вашем подчинении? Протяженность дорог, проходящих по территории Гомельской области, составляет 12,5 тысяч километров. Из них свыше 10 тысяч – это дороги, которые обслуживают наше предприятие. Свыше 85% автомобильных дорог, находящихся в нашей области, имеют твердое покрытие. Более 65% дорог имеют асфальтобетонное покрытие, остальные – гравийные. Есть незначительное количество автомобильных дорог, которые имеют грунтовое покрытие. Но и все наши дороги привязаны именно к экономике нашей области, поскольку всеми нашими дорогами охвачены 275 сельских советов, 2,5 тысячи сельских населенных пунктов, в которых проживает почти третья часть населения нашей области. Расскажите, пожалуйста, об основных и значимых объектах вашего предприятия и полученных экономических результатах. Есть более значимые, такие как городские объекты, подъезд к 18-му микрорайону, реконструкция улицы Кирова. Значимые объекты для нас – это объекты агропромышленного комплекса, мы практически выполняем работы по благоустройству всех ферм. Сегодня мы работаем на серьезном объекте для нашей области – строительстве новой птицефабрики в Новоселках Ветковского района. Наше активное участие в благоустройстве городов в этом году мы поработали, считаю, с хорошим качеством и выполнили ремонт улиц в городе Ельске, в городе Лоеве, ну и ряд других объектов. Если говорить об экономических результатах, то выручка получена свыше 700 миллиардов рублей на текущий момент. При этом предприятие работает стабильно, прибыльно, ну практически уверены в сегодняшнем дне и завтрашнем дне нашего предприятия. Спасибо большое Игорю Ивановне за беседу и еще раз с праздником! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрушский государственный профессиональный политехнический лицей, который работает с 1910 года, а также учреждение с более чем 80-летней историей. Костюковский государственный аграрно-технический профессиональный лицей и Гомельский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта. Вниманию гостей также были представлены экспозиции современных технических разработок и креативных арт-проектов. За 75 лет система профтехобразования преодолела непростой путь и только благодаря кадрам и мудрому руководству смогла сохранить себя и выйти на новый уровень качественного образования. Усложняется техника, повышается уровень квалификации, учим работать на более сложном оборудовании, проходим производственную практику на современных предприятиях. То есть дети учатся работать на новых современных станках, чтобы потом, придя уже на предприятие, быстрее адаптироваться и стать наравне с опытными работниками. Продолжилось мероприятие праздничным концертом, во время которого состоялось награждение лучших работников системы профтехобразования Гомельщины. Они получили нагрудные знаки, грамоты и благодарности от Министерства образования Республики Беларусь Гомельского облсполкома, Совета депутатов, а также областного управления образованием. Участие в торжестве приняли не только действующие сотрудники, но и ветераны труда. В их адрес со сцены звучали теплые душевные слова благодарности, а зал аплодировал этим людям стоя. Хочу выразить слова искренней благодарности ветеранам, руководителям, заместителям руководителей, старшим мастерам, мастерам и преподавателям системы профтехобразования за их вклад в развитие системы, за подготовку высококвалифицированных специалистов. Пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, успехов, удачи, а нынешнему поколению продолжение добрых традиций наших старших преподавателей и работникам системы профтехнического образования. До встречи!